Для того, чтобы лучше понимать наше настоящее, необходимо хорошо знать прошлое. Особенно это важно для подрастающего поколения. И когда об исторических событиях Великой Отечественной войны рассказывают школьникам в ходе экскурсии по очень значимым местам, то это действительно дорогого стоит. Парк 40-летия Победы – это историческое место, очень много говорящее сердцу каждого славянца. Здесь находятся памятники воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны, труженикам тыла, а также пропавшим без вести. Сюда приходят жители и гости города во время праздничных мероприятий и торжественных митингов, чтобы возложить цветы и поклониться нестареющему подвигу. И в парке 40-летия Победы проводит для ребят экскурсию не профессиональный экскурсовод, но человек известный в муниципалитете и много знающий о нашей истории. Заслуженный учитель России, ветеран отрасли образования Славянского района Светлана Рудская. Во время экскурсии, которая идет в центре нашего города, она предоставляет славянским школьникам прекрасную возможность получить ценную информацию и увидеть исторические памятники новым взглядом. Провожу именно экскурсии в нашем парке, парк-музей, который, как и называют он, 40 лет Победы. Я рассказываю ребятам о каждом памятнике, о многих людях, которые ушли на фронт и вернулись оттуда, они более-менее что-то начинают понимать. И поэтому внимательно слушают, запоминают даты, которые я им говорю, повторяем несколько раз. Поэтому это музей под открытым небом в Славянском районе. Несмотря на то, что война уже давно стала историей, забывать о бессмертных подвигах солдат Победы ни в коем случае нельзя. Сколько бы лет ни прошло, пока в памяти сохраняются героические страницы истории нашего Отечества, у нас есть надежда, что это поможет всем выстоять в любых испытаниях. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События».